Их неравнодушие – пример. Их участие неоценимо. Волонтеры, руководители благотворительных организаций – все они активно помогают нуждающимся. И помогали еще больше в период пандемии. Закупали и развозили продукты. Оказывали адресную помощь в целом. Поддерживали как могли. Поблагодарить этих людей решили в Щелковском местном отделении Красного Креста. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин вместе с заместителем председателя Совета депутатов городского округа Щелкова Анатолием Андроновым вручили благодарственные грамоты и подарки. Спасибо вам всем большое. С праздником. Дай Бог вам здоровья всем. Благополучия вашим семьям. Желали добровольцам сил, которые так нужны для дальнейшей работы, а ее предстоит продолжать немедля. В символичный день семьи, любви и верности в местное отделение организации Красный Крест привезли 300 коробок помощи для дальнейшего распределения подопечным. Местное отделение Всероссийской организации помощи людям Красный Крест подготовило специальные наборы для тех, кто остро нуждается в помощи. Здесь и средства гигиены, и коробка с продуктами. Адресная помощь, которая в период пандемии COVID-19 была остро необходима, доставлялась всем нуждающимся. Это те, кто внесен в списки органов соцзащиты, обратившиеся лично в благотворительные организации подопечные. Непосредственно местным отделением Красного Креста оказана немалая помощь. Четырехпечная программа, в которую входит информированность населения, адресная помощь таким категориям граждан, как мигранты, одинокие пожилые люди, люди малообеспеченные с хроническими заболеваниями, в том числе и ВИЧ-туберкулез, малообеспеченные многодетные семьи. То есть вот эта вот та целевая группа, те категории, которым Красный Крест посчитал нужным. Поддержать друг друга в нелегкий период, желание помочь самым уязвимым, малообеспеченным, многодетным, инвалидам, мигрантам, пенсионерам вызывает благодарность и уважение. Хочу сказать спасибо всем волонтерам и всем помощникам, они тоже здесь присутствуют, потому что без них, конечно, бы у нас ничего не получилось. Но помощь была, оказывалось, все это время, но помощь, я считаю, значительная, то есть за все время порядка 700 семей многодетных получила продуктовую помощь, продукты первой необходимости. Получали помощь от многих. Кто-то поддержал материально, кто-то закупал необходимое в целом, говорит Наталья Жителева. Ее округи, да и за пределами, знают как организатора помощи многодетным малышам, которым необходимо в том числе лечение, деткам, оставшимся без родителей, в общем, всем, кто остро нуждается в поддержке. В период карантина работа Натальи и ее помощников была особенно востребована. Мы продолжали помогать тем, кто помогает, во-первых, нашим постоянным подопечным, семьям, многодетным, деткам, инвалидам. Ну и просто прибавились люди, которые временно, надеюсь, временно попали в эту трудную ситуацию, потеряв работу, и которые просто обращались, пытались мы им помочь. Многие там готовы были отвезти продукты, перечислить деньги, там помочь транспортом, потому что находились тоже дома и готовы были посильный вклад внести. Один в поле не воин. Это изречение верно работает во многих ситуациях. Подтверждают его и эти люди. Без их помощи и поддержки мир был бы другим, не таким добрым. Именно благодаря участию, пониманию, состраданию и поддержке он будет меняться к лучшему. Всегда должны быть люди, которые бескорыстно должны помогать друг другу, просто потому что на этом, без этого никуда, на этом держится больше. Общество. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.